Всем привет! В эфире программа «Выход в город» и я, ее ведущий, Дмитрий Игнатов. Ваш личный гид по главным событиям светской жизни Москвы. Главным событием недели моды стал показ Алены Ахмадулиной. Дизайнер впервые за годы своей карьеры променяла гостиный двор на манеж. Главная сказочница российского подиума представила зрителям интерпретацию северного сказания «Три шубки про лисичку Милю». В модной идее Ахмадулиной пришли оценить Влад Лисовец, Ирина Курбатова, Екатерина Одинцова и Татьяна Геворкян. К слову, телеведущая приехала в Москву специально на показ Алены. Я, поскольку большая поклонница всего, что делает Алена, мне очень понравилось. И, честно говоря, я уже даже заранее знала, что там будет, потому что Алена выкладывала в Инстаграме фотографии. Вчера весь день, видимо, была репетиция с моделями, и я прям с большим интересом следила за этим. Это сегодня мой первый показ из этих двух недель, на котором я нахожусь. Скажу вам честно, если раньше я посещал 50% показов, то сейчас, наверное, 10%. Потому что хочется уже беречь себя. На некоторые показы просто не хожу, потому что берегу свое зрение. На неделе моды конкуренцию Ахмадулины составил молодой дизайнер Дима Нео, победитель русского проекта «Подиум». Модельер шьет вещи категории люкс, платья для торжественных приемов и красных дорожек. Показ его новой коллекции прошел уже после официального закрытия «Фэшн-вик» в интерьерах ресторана «Шенан Софт». Ну все, что вы сейчас видите на мне, кроме клача, это Дима Нео. Для меня очень важен дизайн, и я очень ценю оригинальность смысла. Если станет такой выбор, да, в одной ценовой категории будет платье Дима Нео, платье Диор, я клянусь, я очень крепко подумаю, посмотрю, какой мне больше идет. И вполне возможно, выберу Дима Нео, потому что в таком платье, но вряд ли кто-то еще появится в ближайшее время. По легенде, на создание первой мини-юбки «Мэри Куант» вдохновил автомобиль «Мини Купер». Прошли годы, и сами дизайнеры стали придумывать образ легендарной машины концерна «БМВ». Так, Роберто Кавалли приложил руку к созданию нового «Мини Пейсман». Кастомизированная модель будет впервые представлена в мае этого года на знаменитом благотворительном вечере «Лайфбол», который пройдет в Вене. Пока Кутерье дорабатывает детали образа эксклюзивной модели, на флаконе презентовали заводской вариант седьмой модели «Мини». Несмотря на то, что бренд «Мини Купер» давно принадлежит немецкому концерну «БМВ», презентацию новой модели было решено сделать в лондонском стиле. Знаменитые телефонные будки, плечатые костюмы, прически в стиле 60-х и брутальное меню явно не для постящихся. В ожидании главной гости вечеринки, новенькой машинки «Мини Пейсман», гости развлекались в караоке-души. «Мини Пейсман» «Люди, которые владеют мини-копером, это какой-то маленький тайный клуб, который друг друга даже сигналит, иногда подменивает, встречая друг друга здорово». Поэтому, мне кажется, это целый, такой симпатичный клуб по интересам. Кульминацией вечера стал выезд двух мини-пейсменов на территорию флакона и выступление английских инди-рокеров «Pigeon Detectives». Голливудский холостяк Том Круз привез в Москву девушку Бонда Ольгу Куриленко. В кинотеатре «Октябрь» прошла премьера фильма «Обливиан», в котором Круз вновь сыграл крутого парня, который ни за словом, ни за кулаком в карман не полезет. Том Круз умеет правильно выбрать время для приезда. В прошлом году актер два часа раздавал поклонникам автографы в 20-ти градусный мороз. А в этот раз Москва встретила Круза ледяным дождем. Но для Тома нет невыполнимых миссий. Он провел на красной дорожке у кинотеатра «Октябрь» добрых полтора часа. У каждого из огромной толпы поклонников остались на бае автограф или фото со своим кумиром. Я надеюсь, что вы выложите фотографии на моей страничке ВКонтакте. Вообще это фантастика. Я рос в Америке, и мы всегда слышали о России, мечтали сюда приехать. А теперь у меня есть своя страничка в российской социальной сети, и я могу добавлять друзья своих русских фанатов. У меня не всегда есть время лично отвечать на сообщения, но честное слово, иногда я это делаю. Переходим от зарубежного кинематографа к отечественному. В Московском государственном академическом театре «Оперетты» прошла 26-я церемония вручения национальной премии «Ника». Пятичасовое заседание, как окрестил церемонию бессменный худрук премии Юли Гусман, закончилось полным триумфом фильма «Фауст» Александра Сокурова и расколом в семье Михалковых-Кончаловских. В театре «Оперетты» был аншлаг. «Ника» собрала ведущих деятелей искусств, за исключением Никиты Михалкова, который традиционно игнорирует премию конкурента. А говорили, не придет никто. Хахмин со сцены Юли Гусман. Начал худрук с представления нового президента «Ники». Им стал избранный практически единогласно режиссер Андрей Кончаловский. Гости вечера тут же стали строить версии, что это значит – раскол семье или никакой конфронтации между «Золотым орлом» и «Никой» больше не существует. Пока одни обсуждали назначение Кончаловского президентом, другие пускались в размышления, чего не хватает российскому кинематографу, чтобы выйти в мировой прокат. Денег не хватает. Вот и все, и аппаратуры. А все остальное есть. Все ушло сейчас в индустрии киносериалов, а хочется возврата к кино. Актеру Антону Адасинскому Розе Фистофеля в «Фаусте» принесла не только крылатую «Нику», но и множество интересных предложений от режиссеров. Ну, честно говоря, предложения очень смешные поступают после этого фильма. Всяких там дьяволов, там этих василистов, там играть каких-то вампиров в замках старых, там жуков там сушеных есть. Конечно, все это не очень интересно. Я хочу сказки. Я хочу сказки. А вот Ксению Собчак после прошлогоднего скандала, связанного с откровенными вопросами Чулпан Хаматовой, на вручение 26-й премии «Ника» не пригласили. «Ой, оказывается, сегодня «Ника». Гусман меня даже гостем не позвал после неудобных вопросов. Странно, да?» – написала телеведущая в своем твиттере. Что еще писали звезды в своих блогах, расскажу в нашей постоянной рубрике «Серфинг». Ирена понарошку распрощалась с МТВ. Телеведущая решила расстаться с музыкальным каналом после 10 лет сотрудничества, о чем написала в своем твиттере. Дорогие друзья, вчера я спрыгнула с подножки последнего вагона поезда МТВ «Россия», который через месяц прибывает в конечную станцию. Спасибо всем, кто работал со мной. Теперь Рену можно будет увидеть на канале Европа+. А Никиту Джигурду в эфире реалити-шоу «Дом-2». Актер поделился с поклонниками радостной новостью о том, что станет новым ведущим телеканала ТНТ. Мое условие было утренний подъем участников дома под опыт Джигурда и вечерняя порка. Тина Канделаки, которая обычно не распространяется о подробностях своей личной жизни, решила заинтриговать читателей и опубликовала в Инстаграм снимок, на котором она изображена в полупрозрачном белом наряде. «Выбираю свадебное платье. Как вам? Брать?» – подписала фото Тина. Вокруг Ксении Собчак вновь разгорелся скандал. В интернет попала запись телефонного разговора телеведущей с управляющей дома, которую Ксения назвала соседских детей «маленькими гаденышами». Телеведущие возмущают, что из-за тихого часа рабочие начинают ремонт в доме в 10 утра, тем самым мешая ей спать. Сама же Собчак назвала запись очередной провокации. «Это разговор-подделка. Микс реальных фраз с голосовым подражанием», – написала телеведущая в Инстаграме. Ксения Собчак и Максим Виторган теперь не только вместе посещают светские мероприятия, но и работают в паре. На днях они стали ведущими закрытого показа. Новой капсульной коллекции компании «Эко». Среди ценителей комфортной обуви оказались главный редактор GQ Михаил Идов, Ирена Понарошку, Евгений Упанаишевили и Яна Рудковская. Перед началом показа новой весенней коллекции несколько слов сказала ведущая вечера Ксения Собчак. Она рассказала о новой линейке обуви для гольфа и предложила девушкам обратить внимание на этот вид спорта, ведь гольф-клуб – идеальное место для поиска спутника жизни. Обычно я веду мероприятия на огромных сетях, поэтому сегодня компания «Эко» подарила мне большое удовольствие работать без огромных спорта. Спасибо за это большое. У меня есть возможность красовочек прекрасно себя чувствовать. Псюша действительно чувствовала себя великолепно, ведь рядом был супруг Максим Виторган и давние знакомые Екатерина Одинцова и Алла Довлатова. Андрей Григорьев-Аполонов, забежавший ненадолго поприветствовать друзей, признался, что мало знаком с маркой «Эко», зато, как выяснилось, очень ценит другой бренд. На этом у меня все. В город выходил Дмитрий Игнатов. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok